МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи, утверждал Сократ. Здравствуйте, в эфире программа «Мелочи жизни» – практическая энциклопедия для людей любого возраста. О здоровье, красоте и вкусных традициях в ближайшие 20 минут. Предлагаю начать программу с разговора о самом главном. В редакцию тележурнала продолжают приходить письма с пометкой на конкурс «Человек – собственник своего здоровья». Их отправители рассказывают о том, что для них здоровый образ жизни, делятся секретами долголетия и рецептами хорошего самочувствия. Герой сегодняшней программы спортом занимается с детства. Однако тогда он и предположить не мог, что хобби станет профессией. Дмитрий Красюченко решил принять участие в конкурсе, чтобы еще раз подтвердить прописную истину. Девять десятых нашего счастья зависят от здоровья. Все, что есть у меня в жизни, мне дал спорт на настоящий момент. И мне всегда приятно смотреть на то, как молодые и не очень люди занимаются какой-то физической активностью. Дмитрий Красюченко. Возраст. 28 лет. Рост. 180 сантиметров. Вес 86 килограммов. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности экономист-менеджер. Позже факультет физической культуры не убил ГУ по специальности фитнес-технологии. Дмитрий – сертифицированный инструктор по функциональному тренингу. Автор методических пособий. Мастер-тренер. Презентер международных фитнес-конвенций по направлению Animal Gymnastics. Кандидат в мастера спорта по жиму штанги лежа. Все началось с того, что я родился и пытался себя найти. По натуре я человек достаточно творческий. И мой путь на самом деле в поиске себя начался не со спорта. Я занимался в различных секциях творческих. Занимался в художественной школе, в станции юных техников. То есть там был ракетостроительный факультет. Баскетбол, единоборство, армспорт, пауэрлифтинг. Дмитрий продолжал искать себя. К сожалению, профессиональный спорт в большинстве случаев оставляет следы. В процессе тренировок пострадали позвоночник, колено и плечо. Для того, чтобы как-то скомпенсировать тот дискомфорт, который у меня был вызван этими травами, я все-таки дал предпочтение здоровому образу жизни в целом, фитнесу. И впоследствии это стало моей профессией. Хотя изначально я никогда не планировал, что останусь в этой индустрии, в этой сфере. Сегодня Дмитрий помогает другим быть здоровыми, красивыми, полными сил. Как все участники конкурса, наш герой уверен, здоровый образ жизни – это не только физические нагрузки и рациональное питание. Здоровый сон, положительные эмоции и интеллектуальное развитие тоже играют важную роль в поддержании хорошего самочувствия. Я не делаю, кстати, зарядку по утрам, честно говоря, просто потому, что мне некомфортно. Многие говорят, что это полезно, я с этим спорить не буду, но, по крайней мере, в моей практике я не получаю большого удовольствия и какого-то видимого, ощутимого эффекта от заряда по утрам. Ну, как говорится, да, метаболическое время – это время все-таки второе полное дня. Поэтому основная часть физических упражнений у меня после обеда. А с утра я, как обычный человек, я завтракаю, собираюсь на работу, иду на работу. Завтрак у меня обычный, но, ну, не знаю, обычный, необычный. Стараюсь сделать его правильным. Это либо овсяная каша, либо это гречка, но зеленая. Зеленая гречка, почему именно такая? Она больше всего насыщена микроэлементами. Ни в коем случае ее варить нельзя, ее нужно запаривать. На некоторое время она получается достаточно такая интересная по вкусу, специфическая. Ну, мне нравится. Семья – источник вдохновения и положительных эмоций. Все свободное время Дмитрий старается проводить с любимой супругой и годовалым сыном. Семья для меня на первом месте стоит. И семья мы спортивная. У нашего ребенка хороший генофонд. Супруга у меня тоже занимается активным спортом всю жизнь. У нее за плечами 8 лет фитнес-аэробики. И после того, как она прекратила этим заниматься, мы уделяли большое время занять спортом. Но с он уже теперь вместе. И, глядя на нашего ребенка, у него такие уже плечи, бицепсы выделяются. Но мы точно можем сказать, что его судьба не то, что предрешена, но он тоже этим проникнется определенно. Дедушка у нас тоже спортсмен. Так что у него не будет просто выбора, мы свое дело сделаем. Задача родителей привить любовь к физкультуре и спорту. На своем примере показать, как здорово быть активным и позитивным. Если не было примера в твоей жизни, то намного сложнее окунуться в мир спорта, в мир здоровья. Но, тем не менее, никогда это сделать. Никогда не поздно. Я призываю начать с чего-то малого, хотя бы с прогулок по свежему воздуху. У нас в городе много замечательных мест, где можем насладиться природой, свежим воздухом. И отвлечься от текущих проблем, снять стресс. И совсем не обязательно сразу бежать в спортивные клубы, в качалки. Достаточно какая-то минимальная физическая активность у себя дома, либо на свежем воздухе. Начните с простых упражнений дома. Для вас комплекс от Дмитрия Красюченко. Сейчас мы с вами сделаем комплекс упражнений на все группы мышц. Если вы будете делать это каждый день, ну, минут, скажем так, по 15, то месяца через полтора вы скинете лишний вес, вы станете более подвижными, у вас улучшится настроение и будете чувствовать себя более уверенно в каждом дне и в каждом действии, что вы делаете. Итак, нам необходимо поставить стопы по ширине плеч. Носки мы слегка развернем в стороны. Вы дальше поймете, для чего это необходимо. Дальше подтягиваем живот, пупок прижимаем к позвоночнику, слегка подкручиваем таз. Вдыхаем грудную клетку, опускаем лопатки и вытягиваем руки вверх. Руками вытянулись в потолок, соединили ладони. И глубоко на выдохе приседаем, локти у нас должны оказаться около колен. Упираемся ладонями друг в друга и на выдохе мы давим локтями на колени, макушку вытягиваемся вверх. Чувствуем, как раскрывается тазобедренный сустав, включаются мышцы спины. Вот это у нас такая небольшая подготовка к дальнейшим действиям. Далее, поочередно мы убираем одну руку назад и вторую, так, чтобы у нас пальцы были направлены вперед. И ягодицами притягиваемся к пяткам. И сейчас мы немного подготовим мышцы бедра. На выдохе мы поочередно опускаем одно колено до касания с полом, при этом у нас грудь должна быть вверху. Поднимаем обратно и другая нога. Выдох и вдох. Сделаем еще по одному разу. Мы должны чувствовать, как у нас тянется переднее бедро. Кто-то еще может почувствовать, как тянется боковая фасция. Теперь мы опускаем две ноги. Одна нога, вторая. И возвращаем в обратном порядке. Подключаем мышцы спины. После того, как положили ноги, у нас с левой стороны в данном случае рука остается за спиной, а правой рукой мы уходим под плечо. Вытягиваемся рукой вдоль бедра. Опускаемся, тянемся плечом к полу и немного полежим. Теперь то же самое, но на другую сторону. Одна нога, вторая и под плечо. Возвращаемся в наше положение исходное. Слегка сгибаем колени и стопы располагаем на ширине плеч. Первое, что нам необходимо сделать, это вытолкнуть ягодицами таз вверх. На выдохе подняться. Почувствовать, как тянутся передние дельтовидные, бицепс. И опуститься вниз, толкнуть таз назад, разогнуть полностью колени. Снова на выдохе вверх и на вдохе обратно. И упражнение такого чисто силового характера нам необходимо опорную руку развернуть пальцами в обратную сторону. И поставить так, чтобы мы могли бедром лечь на локоть. То есть мы не должны здесь отжиматься, мы просто поворачивая корпус, переносим вес тела на плечо. И мы можем стоять так сколько угодно, но долго не надо стоять. Возвращаемся к исходное. Для тех, кто хочет поинтереснее, есть опция. Мы переносим вес тела вперед так, чтобы у нас немного приподнялись ноги. И вернулись обратно. Еще раз. Вот таким образом. Занимайтесь спортом, следите за своим здоровьем, не забывайте о себе, потому что здоровье это главное, что есть в нашей жизни. И самый главный ресурс. Если есть здоровье, то у вас будет все. Поэтому присоединяйтесь к нам, к нашей лиге спортсменов. Продолжаем программу. Красотою мир спасется. С известным выражением согласно эксперты рубрики «Для души и тела». Специалисты Центра красоты и здоровья романтика расскажут о новинках в области косметологии. Им слово. Уже больше 30 лет единая, преданная, дружная команда высококачественных специалистов романтики заботится о красоте и здоровье жителей Белогория. Здесь всегда есть выбор между стандартными процедурами и разнообразными новинками, которые, возможно, именно для вас окажутся настоящей находкой. Впрочем, обо всем по порядку. Романтику по праву можно назвать пионером в области применения лазерных технологий. Вот поистине революционная процедура – фракционная лазерная шлифовка кожи. Она эффективно устраняет возрастные изменения, борется с морщинами и дряблостью кожи, а также нежелательной пигментацией. А ещё эта процедура используется для шлифовки растяжек, рубцов, в том числе и постакне. Индивидуально выставляются параметры под каждого пациента. Процедура отличается от традиционной лазерной шлифовки, при которой происходит тотальное сжигание кожи, а время реабилитации растягивается на долгие месяцы. Фракционный лазер работает иначе. Во время процедуры происходит лазерная обработка по типу сеточки. Между повреждёнными участками кожи остаётся здоровая кожа, благодаря которой происходит регенерация. Микроповреждения стимулируют выработку нового коллагена. Омолаживающий эффект заметен уже после первой процедуры. Кожа лица подтягивается, морщинки разглаживаются. Удаление новообразований мы проводим с помощью ручной манипулы, через которую проходит лазерный луч. Его диаметр 0,2 мм. Параметры для удаления новообразований мы выставляем индивидуально, в зависимости от размеров и глубины образования. А с помощью этих аппаратов за несколько минут можно избавиться от нежелательных волос. Речь идёт о лазерной эпиляции. Оснащение центра позволяет проводить безопасную лазерную эпиляцию в любое время года. Для пациентов со светлой кожей и тёмными волосами специалисты используют александритовый лазер. Импульс воздействует на меланин. Волосок сжигается, поликул разрушается. Эпиляция на александритовом лазере является золотым стандартом. Преимуществом александритовой эпиляции является эффект чистой кожи сразу после процедуры. Для пациентов со смуглой и загорелой кожей подходит неодимовый лазер. Лазерный луч избирательно воздействует на сосуды, которые питают фолликул волоса. Его питание нарушается, и через несколько дней он выпадает. Процедура курсовая. Количество курсов от 5 до 8 раз у каждого пациента индивидуально. А это аппарат для проведения процедуры диодной лазерной эпиляции. Процедура очень комфортная, переносится легко, так как сапфировый наконечник на насадке охлаждает кожу. А мы двигаемся дальше. Уже знакомый нам неодимовый лазер незаменим при устранении сосудов и так называемых сосудистых звёздочек. Происходит поглощение лазерной энергии пигментом гемоглобином, пигмент, который содержится в эритроцитах, клетках крови. Благодаря этому происходит запаивание сосудов. Лазер воздействует только на стенки капилляров, не затрагивая и не травмируя окружающую ткань. Эту процедуру можно проводить в любое время года. Всё тот же неодимовый лазер позволяет проводить процедуру омоложения кожи. Лазерный импульс прогревает кожу и стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Кожа становится более упругой и эластичной. Пуры сужаются, мелкие и средние морщины разглаживаются. Безоперационный лифтинг для лица и тела. Этот многофункциональный аппарат воздействует на область дермы и подкожно-жировой слой. Налицо превосходные результаты. Коррекция второго подбородка, снижение веса и уменьшение подкожно-жирового слоя. Антицеллюлитный эффект. Лечение растяжек. Лечение рубцов, растяжек, купероз, угревая болезнь, очаговая аллопеция или выпадение волос. Коррекция второго подбородка, целлюлит, липокоррекция фигуры и веса. Всё это показания к применению популярного и очень эффективного метода озонотерапии. В его основе лежит подкожное введение медицинского озона. Он обладает антивирусным и антибактериальным действием. Оздоравливает организм. Процедура даёт быстрый, а главное, стойкий эффект. В Центре красоты и здоровья «Романтика» предлагают и другие методы безоперационного омоложения. Например, биоревитализация, введение препаратов гиалуроновой кислоты и её гелий путём множественных инъекций внутрикожно. Гиалуроновая кислота притягивает на себя воду. Морщинки разглаживаются. Помимо этого препараты стимулируют выработку молодого коллагена. А потому после курса процедур кожа становится упругой. Морщины исчезают. Контурная пластика – ещё одна эффективная процедура в борьбе с возрастными изменениями. Метод заключается в введении препарата на основе гиалуроновой кислоты прямо под морщину. Вследствие чего она физически расправляется. Контурные гели используются для коррекции скуловой области, заполнения носогубных морщин, морщин-марионеток, увеличения объёма губ. Эффект от процедуры виден сразу же. Происходит выравнивание самой складки, линии становятся более плавные. Ещё одна высокоэффективная и популярная процедура в современной косметологии – введение ботокса и диспорта. Она направлена на коррекцию мимических морщин. Эффект от процедуры длится от 4 до 6 месяцев. Эта процедура тоже заслуживает внимания. Плазма-лифтинг – безоперационная методика самоомоложения кожи. Она основана на активации внутренних резервов организма. Эффект достигается за счёт введения в проблемные места кожи собственной плазмы крови, богатой тромбоцитами. Вследствие этого в организме начинают синтезироваться вещества, отвечающие за молодость кожи, её упругость и увлажнённость. Псориаз, атопический дерматит, экземы, облысения – показания к применению процедуры. В арсенале косметологов-романтики есть методика, которая появилась сравнительно недавно, но уже завоевала популярность. Лифтинг мезонитями помогает решить такие проблемы, как мелкие морщинки, восстанавливает контур губ, уплотняет и поднимает овал лица. Нити – это рассеивающийся материал, который действует в коже от 8 месяцев до 1,5 лет. Процедура проста, малотравматична и очень эффективна. Для диагностики состояния кожных покровов волосистой части головы, лица и тела, а также для прицельной диагностики доброкачественных новообразований кожи специалисты применяют аппарат «Дермотоскоп». В комплекте к данному прибору также имеются два небольших, но очень полезных прибора. Это прибор для измерения уровня влажности кожи, а также прибор для измерения уровня жирности кожи. Доктор определит тип кожи и даст рекомендации по уходу за ней. Также любимым пациентам здесь рады предложить следующие виды косметологических процедур. Чистки лица на основе израильской косметики премиум-класса «Холли Лэнд». Всевозможные химические пилинги различной глубины воздействия, уходовые процедуры за лицом и телом, аппаратная косметология, перманентный макияж, криотерапия, то есть лечение жидким азотом, медицинский пирсинг. Позаботившись о лице, добро пожаловать на сеансы маникюра и педикюра. Здесь вам предложат полный спектр эстетических процедур. Аппаратный, европейский, классический, спа-маникюр и педикюр, а также услуги, связанные с решением сложных проблем, таких как вросший ноготь, лечение трещин, удаление мозолей, чистка и профилактика грибка ногтей. Красота от кончиков ногтей до кончиков волос, стильная стрижка, здоровый блеск, мастерски подобранный цвет – всё это непременно украсит ваш облик. Специалисты Центра здоровья и красоты романтика всегда готовы выслушать ваши пожелания. Современный мужчина просто обязан уделять внимание своей внешности и следить за последними модными тенденциями. Так многое зависит именно от того, как он выглядит. Красивая и ухоженная мужская стрижка дополнит и завершит образ. Поддержание волос в идеальном состоянии – обязательное условие женской красоты. Мастера романтики об этом знают, поэтому всегда готовы предложить вам варианты стрижек и окрашивания согласно самым популярным мировым тенденциям. Доверьтесь профессионалам. Для вас стрижки мужские и женские, свадебные и вечерние прически, окрашивание, милирование, колорирование. Словом, весь спектр парикмахерских услуг. Изысканный макияж – важный нюанс в создании образа. Деловая встреча, вечеринка, свадьба. В зависимости от ситуации и ваших предпочтений, визажисты романтики предложат профессиональный мейкап. На протяжении нескольких лет нам удается не поднимать цены на наши услуги, несмотря на всеобщее подорожание. Это стало возможным благодаря постоянному увеличению числа наших клиентов. Секрет успеха Центра красоты и здоровья «Романтика» прост. Здесь работают профессионалы. Осталось записать адрес. Город Белгород, улица Попова, 100. Телефон 26 16 02. Вы уже успели немного отдохнуть от праздничных застольей. Самое время подготовиться к последнему январскому празднику. В канун Старого Нового года принято угощать гостей варениками. Как сделать так, чтобы они получились пышными и аппетитными, знает шеф-повар Евгений Шамрай. Смотрим, записываем рецепт и пробуем приготовить. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы приготовим с вами классические вареники на кефире с творогом. Для теста нам понадобятся мука, кефир, соль, сахар, сода и белки, яйца. Для начинки нам понадобятся творог, соль, сахар и желтки, яйца. Приступим к приготовлению. Для этого берем емкость, сито, для того, чтобы просеять муку. Делаем это для того, чтобы муку обогатить кислородом. В просеянную муку мы добавляем соль по вкусу, сахар и соду. И все это перемешиваем. Затем делаем небольшую воронку, для того, чтобы добавить туда белки. Мы отделили жилки от белков. Взбиваем их по отдельности. Белки добавляем в муку. К желкам добавляем творог. Также к творогу мы добавляем сахар по вкусу. И соль. Тщательно перемешиваем. Начинку мы оставляем в сторону. Продолжим приготовление теста. Белки слегка перемешали с мукой. Добавляем кефир. Продолжаем вымешивать тесто руками. Мы вымесили наше тесто. Накрываем его марлей. И отставляем в теплое место на 15-20 минут. Вареники мы будем готовить на пару. И пока наше тесто отдыхает, мы подготовим елкость для их приготовления. Возьмем марлю. Шпагат. Итак, мы завязали ободок. Воду мы залили заранее. И лишнюю марлю мы срезаем ножницами. Ставим кастрюлю на плиту. Начинаем лепить вареники. Подсыпаем муку. Тесто стало эластично. Слегка подмешиваем. Толщину теста оставляем приблизительно 4-5 миллиметров. Берем формочку. В нашем случае это стакан. Вырезаем тесто. Кладем начинку по центру. Защипываем края. Вареники сформованы. Вода закипела. Можем приступить к приготовлению. Я поделюсь своим маленьким секретом. Перед тем, как начать приготовление вареников, мы добавляем на марлю слегка подсолнечного масла. Делаем мы это для того, чтобы пар был более эластичный. Вареники мы уложили и накрываем крышкой. Но в нашем случае мы будем использовать металлическую миску. Итак, вареники наши готовы. Мы можем приступить к их подаче. Для этого мы будем использовать такую интересную глиняную тарелочку, сметану и малиновое варенье. Сначала кладем сметану. Затем вареники. Еще раз слегка сметаны. И поливаем малиновым вареньем. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! С праздником! Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами ненадолго уже в следующий четверг в 20.00. Мы увидимся вновь, чтобы поговорить о моде, красоте и уюте в доме. А я напоминаю, все выпуски программы вы найдете на сайте канала тройной W мирбелогория.ру или на нашем канале на сервисе YouTube. Кстати, у нас уже более 10 миллионов просмотров. И это победа. Увидимся на канале Мир Белогория. Субтитры подогнал «Симон»!